Здравствуйте, с вами Марина Рыкалина и порция практических советов. Сегодня у нас второй урок для начинающих дачников и говорить мы будем о черенковании. Вегетативное размножение это самый надежный способ разведения растений, ведь при этом растениями передаются все материнские свойства. А зеленое черенкование это еще и очень быстрый способ разведения. Мой коламандин изначально привитое растение. Но чтобы получить культурное растение, вовсе не обязательно его прививать. Достаточно нарезать черенки и укоренить. А если вы возьмете семена созрелых плодов из своего коламандина и посеете, то тут вас ждут сюрпризы. Непонятно, что вырастет, когда вырастет и будет ли вообще плодоносить. Конечно же есть растения, которые черенгуются очень легко. Например, традисканция или бальзамины. А бегония и пеларгония уже дают корешки гораздо сложнее. Но все-таки существуют простые правила, следуя которым можно получить гораздо более высокий процент прижившихся черенков. Давайте начнем с маточных растений, с которых вы планируете брать черенки. Большинство дачников все-таки знают, что черенковать лучше ближе к весне. Почему? А потому что световой день прибавляется, и в растениях вырабатываются гормоны, которые способствуют более продуктивному укоренению. Поэтому, если вы хотите черенковать растения в более ранние сроки, и если хотите, чтобы процент прижившихся черенков был больше, я очень рекомендую вам сделать дополнительное досвечивание фито-лампами. Срезать черенки нужно со здоровых и крепких растений. Идеальный вариант в период бутонизации. Кроме того, растения должны получать комплексное питание. К примеру, если вы дадите своим растениям ударную дозу азота, то вы увидите хороший зеленый прирост. Но это не значит, что такие черенки хорошо приживаются, скорее наоборот. К примеру, декоративным я даю сбалансированные минеральные удобрения, цветочный рай. А, к примеру, цитрусовые, так как это съедобные растения, я кормлю исключительно органическими удобрениями. Эликсиром номер один для цитрусовых. И будет совсем идеально, если за пару недель до предполагаемого черенкования вы опрыснете все свои растения без исключения, независимо от того, съедобные они или декоративные комплексом микроэлементов. Например, Аквамикс. Здесь есть все необходимое, а стоит этот пакетик 17 рублей. Он должен быть в аптечке у каждого садовода. Большинство зеленых черенков многие из вас ставят в воду и ждут, когда появятся корешки. И вот какую ошибку многие из вас совершают. Вы добавляете в воду синтетический стимулятор, но при этом не следуете инструкции. То есть поставили черенки и забыли, что у вас синтетический стимулятор. В итоге вы получаете обратный эффект. Если вы хотите ждать образования корней в воде, то добавьте туда водоросль, например, хлорелла. Или зайдите в аптеку и купите таблеточку спирулины. Разомните и также добавьте в воду. В этой водоросли есть все необходимое для успешного корнеобразования. Зеленые черенкования подразумевают тот факт, что на растении есть листочки на черенках. Поэтому для их успешного корнеобразования лучше выбирать прозрачные емкости. Если ваши черенки без листьев, то лучше выбирать емкость, которая не пропускает свет. Не нужно наливать в емкость, куда вы будете ставить черенки, большое количество воды. Приблизительно 1 треть, но в крайнем случае половину. Потому что большое количество воды вытесняет кислород со дна стаканчика. Как раз там и будет стоять кончик черенка. Перед тем, как поставить черенки в стаканчик, я кладу у него несколько кусочков березового угля. Не ставьте в стаканчик слишком большое количество черенков. А еще, говорят, все-таки желательно разные культуры ставить отдельно. Уголь хороший абсорбент. И он препятствует развитию гнилостной микрофлоры. Какие еще вещества можно использовать в качестве укоренителя для черенков? Например, биогумат. Эти черенки бугельвийской бегонии я нарезала вчера. Добавила биогумат. Стояли они сутки. И сейчас мы их будем черенковать. Биогумат и гумат калия также способствуют образованию корней. Кроме того, в биогумате есть еще масса дополнительных микроэлементов. В этом стаканчике стоят самые разные черенки. Начиная с томатов и заканчивая колесом. В воду я добавила эликсир номер один для рассады. Посмотрите на корни. Благодаря таким эликсирам не только корневая система мощная образовалась у томатов. Он еще и цвести пытается. У меня дома всегда есть алоэ и колонхоэ. Кладем листочки алоэ или колонхоэ в бумажный пакет и отправляем на неделю в холодильник. Через неделю образуются биогенные вещества. Выжимаете одну чайную ложку сока и добавляете в один литр воды. И бесплатный стимулятор для ваших черенков готов. Еще один бесплатный стимулятор – это мед. Одна чайная ложка на литр теплой воды. Инструмент для нарезки черенков обязательно дезинфицируйте. В этом сезоне мне нужно много бальзаминов для того, чтобы украшать тенистые уголки сада. Это бальзамин Олера. В народе его называют Ванька Мокрой. А это бальзамин Новогвинейский. Он растет гораздо медленнее, чем бальзамин Олера. Поэтому я уже его начеренковала. Но сегодня я хочу еще нарезать черенков. Он также у меня стоит уже 3 сезона на даче в полутени осенью. Я его обрабатываю окторой, чтобы не принести домой паутинного клеща или белокрылку. Обновлять его нужно каждые 3 года. А вот этого красавчика я купила буквально на днях. Буду разводить. Давно у меня друзья просят культурный коламандин. Срежу несколько черенков. Бегония Боливийская растение редкое. В прошлом году я вырастила из семян. А теперь буду черенковать. Нужно убрать из черенков все цветы и даже зачатки бутонов. На календаре 23 января. И результат такого пышного цветения моих растений это фитолампы и подкормки. Убираю из черенков лишние листья. Они испаряют влагу. И укореняться такие черенки чересчур облиственные будут плохо. У цитрусовых оставшиеся 4-5 листочков листовые пластинки обрезаю наполовину. У бегоний и у цитрусовых срез нижний делаю сразу под междоузлием. Там много веществ, которые способствуют лучшему украдению. Бальзамины опускаю в стаканчик, где у нас хлорелла и уголь. Бегония, напомню, у нас стояла в гумате калия. Нарезала черенки и кончики опускаю в уголь. Пусть немножко полежит и подсохнет. Черенки цитрусовых тоже можно держать в натуральных стимуляторах. Но их я предпочитаю опудривать корневином или гетероксином. Грунт для посадки черенков должен быть очень легкий. Не обязательно питательный. И самое главное, чтобы в нем не было патогенов. В равных частях я беру кокосовый субстрат, вермикулит и перлит. Чтобы черенки хорошо укремились, должна быть высокая влажность воздуха. Из чего сделать самодельную тепличку? Из обычной пластиковой бутылки на 1,5 литра. Убираем крышку, делаем дренажное отверстие и срезаем вверх. Но не совсем, чтобы открывалось и закрывалось. Заполняем. Грунт хорошо уплотняем. Он очень рыхлый. Сажаю черенки каламандина таким образом, чтобы 2 трети ушло в грунт. Очень обильно поливаю, чтобы из дренажных отверстий пошла вода. Накрываем крышкой. Нужно дать воде хорошо стечь. И ни в коем случае наша бутылочка не должна стоять в воде. Важный момент в любом черенковании. Кончик черенка ни в коем случае при посадке, когда вы его втыкаете в вашу бутылочку, не должен доходить до дна. На дне скапливается большое количество влаги. Там не образуются корешки. Там будут процессы гниения. Есть такие удобные стаканчики с крышкой, с отверстием. На фастфуде в них дают коктейли. Особенно мне нравятся высокие стаканы. Можно взять обычный стаканчик пивной на пол-литра, прозрачный. Я очень люблю прозрачные стаканы, потому что в них видно, появились корешки или нет. Но если под рукой ничего не оказалось, подойдет обычный высокий стаканчик. Импровизированный парничок делаем из обычного пакета. И завязываем с таким расчетом, чтобы в обязательном порядке у нас осталась дырочка для воздухообмена. Иначе черенки задохнутся. И теперь все, что я поставила в воду и уже посадила, ставлю в самое теплое место. И обязательно под агролампу. И ни в коем случае не кормите ничем свои растения. До тех пор, пока у них не появится корневая система. Как видите, тонкостей при черенковании очень много. Вариантов тоже много. Выбирайте удобный для вас способ. Если вам интересны какие-то темы, предлагайте. Пишите их в комментариях. Если нравится мое видео, нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления, когда будет выходить мой новый урок для начинающих дачников. Субтитры сделал DimaTorzok